Мои любимые, не знаю где я, вот тут что-то ДТ, ДТ, 92, 95, не знаю. В общем, меня подружка привезла вот сюда, и где я нахожусь. Не знаю, привет, добрый, прекрасный день, времени где-то часа 4, наверное, может 5 час. А я иду в центре, можно сказать, Великого Новгорода. Она здесь высадила, и просто ей надо в ту сторону ехать, она меня подбросила, чтобы я пешком не чесала через весь город или не ехала в общественном транспорте. Она меня высадила прямо вот на стоянке и сказала, Иришечка, иди так, а там заброшенная какая-то гостиница, а там уже будет и драмтеатр, и я иду. А куда я иду? Смотрите, раскрою вам секрет. Как тут вокруг меня вот так кругом облака? Это что-то. Мне сейчас Томочка Сиратца напишет снова. Ириш, голова закружилась. Как ты кружишься. Я дома сегодня вообще... Я вчера все намывала, а сегодня у меня какой-то вообще без них. Я начала и окна драить, и все постели поменяла, и все матрасы перетрусила, повыносила на солнце. Они у меня это самое, как вот, проветривались. Они вроде чистые, новые, и все, но мне кажется, все равно как-то там полезно. Или я в Ливане привыкла. Я всегда, знаете, что делала в Ливане? Там такие матрасы из овечьего куха набивают. И каждый год их, короче, распарывают. И весь этот пух на солнце кладут, и потом палочками так его бьют, чтобы он спушился, чтобы высох, если там он отсырел или что-то за зиму. Ветер, наверное, сильный. Может, вам ничего не слышно, а у меня музыка орет. Он манит по гульху. Или поет. Боже, как красиво. Надо сфотать. Ничего не вижу от солнца. Но мне кажется, красиво. А дубан у меня чуть ли не по колено. Какие высоченные. В общем, сказала мне девочка идти здесь по вот этой тропинке. И я иду. И вы со мной. Смотрите, какая красота. Боже, боже. Ира, Ира. Я и не знала, что тут такое. Все красивое. Живое. Сколько уже лет, можно сказать, в Великом Новгороде. Ну, я имею в виду это, если собрать все года. А, я ж вам не открыла, куда я иду. Эту. Открываю. Видите, у меня что? Переноска. Я иду за кисонькой. Все-таки не удержалась. Хотя девочка меня и не уговаривала. Но я ее увидела, кошечку. А она так похожа на юнку. И я сказала, все. Это наша кошечка. Как же красиво. Не знаю, что-то отфотова нет. Все, бегу. Не знаю, тут, наверное, нет перехода. Но я же из Питера. Ну, можно все. Бегу. Тут, наверное, нет перехода. Там моя кошечка. Смотрите, как красиво. Боже. Боже, боже. И тут цветет, какая красотища. Сколько тюльпанов. Тьфу. Этих, каково. Хотела сказать, ноготки. Ай, я от жары. Не вдуплюсь, что это. Адуванчики. Чего сказала тюльпанов? Не знаю. Как же красиво, моя любимая. Это что-то. Не знаю, что это. За храм. Церковь. Что-то. И на все на кучу. Не знаю, правда. Надо было почитать где-то. В беде или где-то. И я просто разговариваю. Но я думаю, вы сами знаете лучше, чем я. Я вам просто снимаю момент. Сейчас атмосферу. Природу. Красоту. Звуки. Цвета. Настроение. Это. Это. Боже, боже. Хочется упасть в эти одуванчики. Равно. Можно сказать, по колено. Или по пояс. Огроменные. Просто. Супер. Целые поля. Обалдеть. Как же красиво. Что я не гуляю? Каждый день сижу. Этот дом намывает. А мне это нахрен надо? Это намывание. Если на второй день снова все грязное. Посмотрите, какая все. Прошественная. Так. Просто. Ура. Обалдеть. Такие здания. Как советские. И они вот на контрасте так смотрятся с этими храмами. Так красиво пацаны тут катаются. И я похож на Наташкина. Ванька. На голубочки. И тут все. Подлетают. Подлетают еще больше пыльяне. А нет. Они как что-то внутренькое. Да. Потому что жарко сейчас. 26. Грязно. Так тепло. Как вы уже наверное заметили. Я в маечке. В шорках. В сандаликах. Снова по привычке я надела эти. Новые сандали. Какой красивый. Ай-а-ай-ай-ай-ай-ай. О-о-о-о. Красота. Ну, кому интересно, кто-то, кого-то бесит моя манера съемки, кого-то, наоборот, освобождает от программы, кого-то исцеляет. Так что, мои любимые, ну, это все хорошо. А запах тут, хоть и дорога, я вот вам серьезно говорю, так пахнет от трав, я не могу вам передать, какой-то прям вековой природой, такими старыми деревьями, как будто я где-то в каком-то старинном лесу. Знаете, просто такое деть. И ласточки, и какие-то птички, не знаю, и мужики за мной ходят, и чего только облака вообще. Обалдеть. Не знаю, резко он снимает, нет? Правда, не вижу. У меня глазки ослепились от солнца. Пожарница немножко смотреть. Она сказала, есть какая-то тропинка, может, мне куда надо? Сейчас Ира полезет. Он мне в гору не пойдет, а Ира пойдет. Мюра пойдет везде. Боже, как пахнет. Молоками. 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 Что это за красота? Мне описывали. Ой, что? Ну, травы. Я вообще хотела босиком погулять по травке. Но пока нет, потому что тут колючки. Не знаю, чего. Смотрите, как красиво. Ммм, милая. Просто обалдеть. Как она успокаивает природу. Я из машины вылезла. Вся такая высыпленная. От общения. Музыку девочка врубила какую-то. Такую очень динамичную. Вот. И я как-то... А здесь вот сразу так заземляешься. А представьте, если босиком. Вообще-то заземляешься моментально. Я прям иду. Чувствую, как энергия земли. Как кайфово вообще. Какие там домики. Тоже не знаю, что это. По-моему, это одна из самых старых церквей. Или самых старых храмов. На территории России. Если я не путаю. Потому что я могу и путать. Или просто так по виду. Говорю вам. Так же красиво. Вообще. Обалдеть. Мне потом придется там по каким-то буракам лазить, чтобы выйти на дорогу опять. Но я, чтобы вам показать эту красоту. Если я не видела еще. Да нет. Ну ладно, чтобы за мной посмотреть. И вам свезло кому-то, кто не видел. О-о-о-о. Рано. Вообще. Сколько лет назад это строили. Не знаю. Я подойду. Видела сегодня Наташенька Яскова. Прислала мне фотки с сиренью. И я ей сказала. О, класс. У вас уже сирень расцвела. А сейчас смотрю. У меня тоже походу сирень. А я и не знала. Ничего не замечала. Представляете? Смотрите, какие тут старые-старые камни. А тут уже кирпич. А здесь камни огромные. Ой, какая крыша. Не знаю, что это. Может, где-то что-то написано. Видно, что заброшено. Написано. Церковь Петра и Павла. В Кожевниках. 15 век. Охраняется государством. Регистрационный номер. Вообще. Представляете? 15 век. Это сколько? Шесть столетий. Шестьсот лет назад ее кто-то строил. Мы с вами шестьсот лет назад ее строили. Просто в других костюмчиках. Ну, привет. Привет. Может, я тут кирпичики ложила вот эти. А сейчас просто не помню. А может, вы вспоминаете, мои любимые. Ом, ра, ма, мая. А тут как будто тень от человека. И там как будто глазки. Не знаю, или я так вижу. У меня вечно свое видение. Ом, ом, ра, мая. Какая красота. Ну, я думаю, что я могла такое строить. Такую красоту. Лет шестьсот назад. Ну, может, я тут рукой водила. А может, бетон мешала. Правда не помню, мои любимые. Если вы помните, напишите мне. Мне очень интересно, кто из вас строил эту красоту. Мне кажется, мы все строили. Потому что мы все едины. Нет разделения. Только в уме. Даже если я только строила, а вы все нет. Вы часть меня, а я часть вас. Значит, и вы тоже строили. Мы все с вами шестьсот лет назад вот такое сотворили. Под руководством единого творца. Пойдемте, мои любимые. Не знаю, куда я иду. Куда-то иду. За какой-то кошечкой. Зачем мне это нужно? Откуда ж я знаю? Оно идется, и я иду. Хотя, как я вам уже говорила, желаний нет. И там три сестрички. Три девицы под окном. Я имею в виду кошечек. И надо было выбирать. А я сказала, ну я приду, возьму их на ручки. Попробую. Если мое, то возьму. А мне девушка написала, если две твою, я говорю, ну две возьму. Если ни одна, ни моя, как я могу сказать, эту бронирую. Не знаю. Я посмотрю. Потрогаю. Поглажу. О, распускается. Привет. А, как пахнет. Вообще не так, как черемуха, по-другому. Представляете? Красота. Красота. А обуваны меня умиляют. Это что-то огромное. О, мрамая. А тут, не знаю, что это. Это река. Или это какая-то заводь. Или болотца. Вот как мне на эту тропинку теперь выйти? Женщина! Спасите меня! Как мне туда вылезти? Ладно, женщину оставим в покое. Посмотрим, что тут такое непонятное. Видите? Какая-то заводь. Заводь. Ну а тут такое все мокрое. Все ноги попачкай. Какое дерево. Не знаю, ему, наверное, нет 600 лет. Хотя, бог один знает. Потому что я не помню. А может, его посадили, когда начали строить вот эту красоту. Может же такое быть? Может, я и садила. Я не помню. Ну, видно, что оно очень-очень-очень старенькое и прекрасное. Привет, деревцо! Расскажи, сколько тебе лет. Расскажи. Мра моя! А там какая красота везде. Это, походу, речка. Или какой-то пруд. А как тогда я сюда зашла? А там даже уточки плавают. Не знаю, если вы видите. Там он пошел, пошел. Такая музыка божественная, что мне никуда не хочется идти. Ни за какими кошками. А здесь просто пребывать в этом чувстве. Красота какая! Боже! Боже! Люда! Люда! Вообще-то красиво. Ладно, я буду вылазить отсюда. И пойду. дальше. Хотя, может, там можно как-то пройти. Тут как-то... Фиг знает. Какой-то муравей залез мне уже в сандалины. Угу. Угу, выга, выгу, выра, выра? storytelling. τεすごい, выга, выра! Destiny. Иду сюда, не знаю, тут мокрая, видите? Да, мокрая. А там дальше пошла то ли река, то ли что-то. Ой, господи, что ты спотопнулась? Женщины, подвезите меня. Подвезите. Подвезите меня к нему. Я хочу видеть этого человека. А тут какой-то крокодил рот открыл. Или собака. Или шоу из них. Красота. Красота. Страшно. Как же тут классно. Чисто энергетически. Не знаю, надо что-то делать. Может, знаете, что я чувственная девочка. Как красиво. Какое дерево. Или я так вижу. Амра моя. Какие холмы здесь. Прямо как в Мариуполе. Вот в Мариуполе, когда на Шишманке спускаешься к морю, вот такие холмы тоже. Дима моя. Дима моя. Еще такой холм был у нас. На хлебозаводе. А вверху такие люки. И там было во время войны не на Великое Отечественное, но и на убежище. А мы уже в 80-х. Туда лазили. Вернее, в 70-х. Туда лазили. В эти люки. И там внутри огромное-огромное пространство. Как будто стадион. Ну так комната, как стадион. Представляете? И мы там играли. В партизан. А что-то там еще. Не помню. Я помню, я была всегда. И Ленка Кривоносых. Остальные все пацаны. Но Ленку Кривоносых иногда папа не пускал. Он ее записал на скрипку. И куда-то там возил. На какие-то кружки. Потому что у нее ручка правая слабая была. Но у нее и на спорт, и везде. А у меня весь спорт, как и у вас всех. Те, кто моего возраста. У меня весь спорт был на улице. Я выходила с восходом солнца. И заходила с заходом солнца. А там что происходит, я не знаю. Что-то пацан копает. Все в одежде в какой-то. Вот туда Псков. Туда Москва. Какой тут домик? Вот здесь сказали мне. Вот это брошенная гостиница. Там такой этот самый. Как это называется? То ли мозаика советская. То ли что-то. В общем, такая красотища. Она сказала, вот сюда подойдешь к гостинице. И сразу увидишь, где театр. Где? Не вижу. В упор. Театр. Ты где? Может, я сильно громко ору? Потому что у меня в наушниках очень громко играет. Ом. Ромая. Поэтому ничего не слышишь. Смотрите, какие дома прикольные. С такими круглыми крышами. Прикольно. Вот тут что-то строится. А тут ресторан. Бар. Не знаю, как можно идти. В общем, иду. Прыгай, потом думай. Как говорит Оша. Ой, сзади меня машина прогнала. А если бы я стояла, думала, а потом пошла машина, но уж на меня наехала бы точно. Ом. Мурамая. я чешу, как это, как Харита-вездеход. Харита-вездеходовна! Какой дом строить, непонятно. С круглыми окнами. То ли центр какой-то, то ли чего. Надо пойти почитать, что это. Может, дача для новейшего русского. А может, летний домик. Не знаю мою правду. Там надо прочитать что, переходить, читать? Я не знаю, вообще я туда еду или нет. Где тут театр? Может, это он и есть. Тут машины. Хочу подойти почитать для вас. Что это за хрень? Ну и для себя, конечно, чтобы знать. Проехала, давай! Давай, ну все, еще один выскочил. Ну я теперь не перейду. Или через полчаса перейду. Давай, едь. Годеныш, а там нет с той стороны машины. Я бы уже перебежала бы. Так перебегаю, что ты стоишь. Игра сама с собой разговаривает. Походу, у меня раздвоение уже началось. Или продолжается. там, 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 там. Эти потратки. С вами. С вами! Чтобы почитать, что это такое. Это паспорт объекта. Заказчик реконструкции объекта Новгородский академический театр драмы. Достоевск. А, так это он! Он. И здесь где-то девочка. Надо ей писать. Я сказала, подойду к Петину еще рано. Это академический театр. Мои любимые драмы Достоевского. Какая я! Многогранная всезнания во мне. А вот это и не вспомнила.